В эфире программа городские встречи студии Дина Исляева. Сегодня у нас в гостях Кирилл Запорощенко, следователь-криминалист регионального следственного комитета. Здравствуйте. 19 октября отмечается Ваш профессиональный праздник, тем более, что в этом году 65 лет со дня основания самой службы. Начать бы хотелось с громкого дела. Как работали криминалисты над раскрытием дела об убийстве ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги? Ну, данное преступление, соответственно, произошло 26 сентября 2019 года. После того, как в Следственный комитет поступил информацию о совершенном преступлении, незамедлительно на место происшествия выехал дежурный следователь Межроянного следственного отдела, следователь-криминалист и эксперт Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области. Совместно с оперативными сотрудниками УВД, экспертами КЦ, ГБУ, РО, Бюро СМЭ, соответственно, был произведен осмотр места происшествия, было изъято большое количество предметов, поскольку изначально уже предполагалось, что данное преступление совершено в условиях неочевидности, и для того, чтобы установить лицо, совершившее преступление, понадобится как бы некоторое время. Соответственно, после того, как были изъяты все предметы, имеющие значение для расследования по уголовному делу, значит, по ним были назначены необходимые судебные экспертизы. Более того, поскольку действительно преступление было дерзким, то есть носило высокую общественную опасность, было совершено в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, фактически все службы, в том числе и следователи, следователи-криминалисты, оперативные сотрудники УВД, ФСБ России по Рязанской области работали в круглосуточном режиме. Планировалось в вечернее время, что необходимо делать, то есть за день делали необходимые мероприятия, проводили их, и уже вечером обсуждали, что кто сделал. На месте происшествия, то есть после проведенных судебных экспертиз, был установлен генетический профиль лица, который, возможно, причастен к совершению данного преступления. Соответственно, данный генетический профиль был обнаружен на нескольких предметах, это был именно генетический профиль, то есть это слюна, клетки кожных эпителий, которые позволяют со стопроцентной уверенностью сделать вывод, кто именно совершил преступление, если поступят аналогичные образцы того лица, то есть если там слюна или волосы. Соответственно, также были осмотрены большой объем видеозаписей со всех камер видеонаблюдения, которые располагаются в близлежащих магазинах, автомоечных комплексах, просто на домах у кого там стояли камеры. В ходе изучения этих видеокамер было установлено, что в помещение, после совершенного преступления, в помещение одного из магазинов заходит лицо по одежде, который, в принципе, был схож с лицом, который выходил из подъезда, где проживали ветераны. Данное лицо, как оказалось, привлекалось к уголовной ответственности, в принципе, за аналогичные преступления. Ну, соответственно, были получены его образцы, и, соответственно, они совпали с теми образцами, которые были на месте преступления, обнаружены нами. То есть сомневаться в том, что именно данное лицо совершило преступление, никаких оснований не имеется. И действительно, как бы за небольшой промежуток времени, то есть за 14 суток, было проведено колоссальный объем следственных действий. То есть это порядка 50 судебных экспертиз, генетические, дактилоскопические, тросологические и другие виды судебных экспертиз. Допрошено было порядка 80 свидетелей, изучен колоссальный объем видеозаписей. Все это в совокупности дало то, что у нас... Нашли все-таки этого человека. Да. Если в целом говорить про вашу работу, какая техника есть на вооружении рязанских криминалистов? У рязанских криминалистов, в принципе, мы обеспечены необходимой криминалистической техникой, которая позволяет нам выполнять поставленные перед нами задачи по раскрытию и расследованию преступлений, сопровождению данных уголовных дел. То есть если мы выезжаем на место происшествия, то у нас своя криминалистическая лаборатория, передвижная так называемая. Там, соответственно, все зависит от обстоятельств совершенного преступления и о том, какие задачи перед нами стоят. Если, грубо говоря, совершено убийство, то в любом случае на место происшествия руководство как бы дает нам установку о том, что мы в настоящее время обязаны выезжать на все преступления практически. То есть на все убийства, изнасилования, тяжкие, особо тяжкие. И оказывать помощь следователям на месте происшествия, проводить неотложные следственные действия, просто проводить следственные действия в следственной группе совместно со следователем. Соответственно, если произошло убийство, то выезжает следователь, криминалист, эксперт следственного управления и другие оперативные службы. И, соответственно, на месте происшествия мы применяем различную технику. Это как и источник специального света, так называемый МИКС-450, либо прожективный, который позволяет, в принципе, увидеть нам те следы, которые обычному взгляду не видно. Тест-полоски гемофана, определяющие наличие следов крови на том или ином объекте. Химический раствор гемофан, который позволяет определить даже наличие следов замытой крови на тех предметах, которых, в принципе, не видно. Давай все-таки подробнее расскажем про то, какие экспертизы проводятся непосредственно на месте. Вот вы приехали и дальше, как работаете? На месте происшествия наша задача – это обнаружить, зафиксировать и надлежащим образом изъять те предметы, по которым в последующем будут проводиться судебные экспертизы. На месте преступления мы не проводим никакие экспертизы, потому что это входит в компетенцию экспертов того или иного экспертного учреждения, которые обладают теми или иными возможностями в проведении экспертиз. Наши функции направлены на то, чтобы мы обнаружили, надлежащим образом изъяли. Одно из важных направлений работы Следственного комитета – это поиск без вести пропавших. Как вы помогаете в раскрытии таких дел? Если касается сообщения о безвестном исчезновении несовершеннолетних, что в приоритетных задачах Следственного комитета стоит, получив сообщение, следователь наш выезжает на место происшествия. И в случае, если малейшие какие-то есть сомнения о том, что в отношении несовершеннолетних могло быть совершено какое-либо преступление, соответственно, выезжаем и следователи-криминалисты выезжают. На месте происшествия мы также незамедлительно проводим осмотр, изымаем необходимые предметы, фиксируем обстановку, получаем объяснения от лиц, которые могли быть каким-то образом связаны с потерпевшим, который безвестно исчез. Кроме этого, также производятся необходимые мероприятия по изъятию всех необходимых видеозаписей с камер видеонаблюдения и так далее. В случае, если несовершеннолетний пропал в лесном массиве, например, то у нас на вооружении есть криминалистическая техника в виде квадрокоптера. Квадрокоптер профессиональный, то есть он находится в воздухе на протяжении продолжительного времени, охватывает большую площадь, например, лесного массива, поля. То есть применением этой техники мы также оказываем помощь в установлении местонахождения несовершеннолетнего. Были ли преступления в ближайшем прошлом у нас в Рязанской области, которые благодаря этой технике были раскрыты? Безусловно, раскрывается большой объем преступлений именно экспертным путем. В частности, еще даже в 2012 году именно в моей практике было уголовное дело, когда на трассе Москва-Челябинск был обнаружен труп девушки. Очевидцев никаких не было, то есть преступление абсолютно в условиях неочевидности было совершено. На теле были характерные следы от удушения, кровоподтеки, то есть преступник закрыл рот и таким образом ее задушил. Нами, соответственно, были грамотно изъяты следы, смывы с шеи, ротовой полости были произведены. Они были, несмотря на то, что была дождливая погода, то есть труп находился на улице на протяжении 12 часов под дождем, в любом случае нам удалось, точнее экспертам в последующем генетической судебной экспертизы, в Главном управлении криминалистики, удалось выделить генотип преступника. Даже при таких условиях, и в том числе потому, что дождь был, то есть в любом случае они получились выделить генетический профиль, в последующем данная судебная экспертиза использовалась в качестве доказательства по уголовному делу. И лицо, да, в том числе благодаря этой экспертизе было установлено. И понесло наказание? И понесло заслуженное наказание, срок сейчас, который он получил, я не помню, честно сказать. Преступник на месте происшествия всегда оставляет какие-либо следы, и при проведении грамотного осмотра места происшествия, используя нашей криминалистической техники, мы способны обнаруживать эти следы, да, то есть и практически ни одно преступление не остается так, чтобы преступник не наследил. Еще раз говорю, благодаря тому, что у нас есть на вооружении, мы способны это выявлять и выполнять поставленные перед нами задачи. Недавно был увеличен штат криминалистов регионального управления. Насколько это необходима мера? Это необходима мера, поскольку до увеличения штата фактически работало три следователя-криминалиста. С учетом того, что преступлений совершается достаточно много, и задачи перед нами сейчас стоят о том, что мы обязаны выезжать абсолютно на все происшествия, то фактически просто три криминалиста были не способны исправить с этим. С учетом увеличения, да, то есть сейчас мы как бы способны выполнять свои поставленные функции, да, то есть и оказывать помощь следователям как непосредственно на месте происшествия, так и в последующем при производстве следственных действий. То есть как бы сейчас, еще раз повторюсь, что мы не только выезжаем на осмотр место происшествия, да, то есть мы и производим неотложные следственные действия, то есть это допросы свидетелей, как бы выемки, обыска, то есть совместно со следователем работаем. И это позволяет, во-первых, ускорить расследование по уголовному делу и, так скажем, не упустить каких-либо важных моментов, которые в последующем могут быть утрачены. Несмотря на то, что работа часто приходится без выходных, время для отдыха находится? Находится, да, но не очень его много, если честно, вот, поскольку действительно работы очень много, вот, если удается, как бы, выходной день выделить, то семье, конечно, проводим, как и все, мне кажется, сотрудники наши. А чем еще занимаетесь? Есть какие-то спортивные, может быть, увлечения? Спортивных увлечений нет, зимой, как бы, на лыжах с детьми катаюсь, а так, как бы, на рыбалку в основном ездю, как бы. Что бы вы хотели пожелать коллегам, вот, свой профессиональный праздник? Ну, в первую очередь, хотелось бы пожелать о том, что здоровье, потому что, как бы, это самое главное, поменьше преступлений, вот, и если даже они совершаются, то они были бы сразу же раскрыты, очевидными. Вот, ну, семейного благополучия. В гостях программы «Городские встречи» был Кирилл Запорощенко, следователь-криминалист регионального следственного комитета. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Наша программа подошла к концу, я с вами прощаюсь, до встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова